Сегодня мы проверяем центр гигиены, куда красноярцы после выходных приносят снятых с себя клещей. Хочу сразу же отметить, что местонахождение данного учреждения неудобно, находится оно в Николаевке, ближайшая остановка находится очень далеко, а те, кто приезжает сюда на машинах, не могут даже нормально припарковаться, потому что каких-то отдельных специализированных карманов здесь нет. Время еще без 10.08 утра, а двери уже открыты. Режим работы с 8.30 до 4.00. Проходите. Я знаю, что уже исправили это время, учреждение работает с 8.00 до 8.00, но почему-то бумажку никто не заменил. Боюсь, что мы и не пролезем так просто. Пойдем, Виталий, рискнем. Дали бланки, нужно заполнить их. А что за бланки? Без понятия, еще очки не одевал. Заполнять-то здесь физически негде. Здесь здесь негде, не то, что заполнять. Условия суровые, придется стоять долго. В Новосибирске 12 пунктов, все работают круглосуточно. Что? Да, на период 3-4 месяца. Круглосуточно работают, люди переживают, всю ночь стояли. Да вот с хоккейли ДВК вызывать сейчас. А вот мы, собственно, и приехали, не надо нас уже вызывать. Одна поликлиника, и мы, значит, вы должны ехать с 6 утра сюда стоять, и неизвестно, когда еще примут. У нас организован еще дополнительный пункт, вы знаете, да? На 26. Да, на 26 Бакенске. Правда, я сейчас звонила, ни одного человека еще до сегодня нет. Все, видимо, по старинке приезжают. Тут как-то все сами самоорганизовываются. Живая очередь. Живая очередь, просто. Каждый со своим питомцем приехал. А вчера мы не попали? Не попали, было много народу. Мы приехали сюда, да? Работали до двух часов они, да. Сколько сейчас? Путили? Четыре. Четыре? Четыре. А там тоже? Что у вас на ящиках такое написано? Новоселье 2015. Гости из будущего 2015. Лес, поляна, бугор и яма. Да, действительно, у наших сотрудников у него рабочие. И оригинальные. А что там вообще находится? Там находится прописки для сбора в лесу. И вот, видите, тоже режим работы с 8 до 4. Я не поверю, сейчас все напишу. Процедура занимает буквально несколько минут, но из этого кабинета нужно еще дойти до кассы и оплатить результаты. А потом обратно идти с чеком? Да, и без очереди она сказала. Тысяча сто тридцать два рубля. Обалдеть. А это не естественно. Клещ нынче дорогое удовольствие. Я-то думала, что тут две кассы для удобства сделаны. Оказывается, все по-хитрому. Оказывается, здесь справочку получи, а там оплати. Ваня через дорогу раздевалка. А подскажите, пожалуйста, а касса работает в выходные дни? Нет. Единственная возможность это найти памятку, вот нам ее сейчас дали, и узнать из этой памятки о том, что в выходной день оплатить результаты исследований можно только через банкоматы. Нельзя вот просто взять и восстановить банкомат здесь, потому что это вот не целевое использование федерального общества. По табличке «Уходя, гаси свет» сложно распознать, что здесь находится туалет. Слава богу, что он в этом учреждении есть, и он открыт для посетителей. Есть освежитель воздуха, есть туалетная бумага, есть мыло. За туалет в этом учреждении мы ставим, конечно, плюсик. Справедливости ради отмечу, что, видимо, данному учреждению не все равно на своих клиентов. Здесь есть вот такие анкеты, которые можно заполнить и высказать свое мнение. Будем надеяться, что гости из будущего и той самой юморной санитарки в данной истории ничего не будет, ведь руководство учреждений есть и так, куда приложить свою властную руку. Тем более, чтобы исправить и недочеты, на которые мы сегодня указали, фантастический милофон совсем не нужен. Проверку новостей ТВК учреждения на Сопочной не проходит, а я напомню, что от проверки никто не уйдет. Юрия Мавшевич, Виталий Суботин, Новости ТВК.